я не хочу сейчас загрузить какими-то вещами связаны с экономической теорией я просто попытаюсь объяснить это на пальцах экономический рост можно стимулировать монетарными методами это значит просто давать деньги когда восьмидесятых годах процентная ставка в америке было 20 процентов сейчас для нас даже живущих в россии это удивительно потому что сейчас там ставка 0 5 процент многие люди говорят о том что мы можем пойти в этап великой депрессии 20 друзья добрый день на связи максим петров я приветствую вас на канале макс капитал сегодня мы будем говорить о новой теории денег что это такое очень полезная тема является на мой взгляд наверное одним из ключевым моментов понимания того почему мы живем сейчас именно так как мы живем откуда образовался такой уровень долга почему он образовался когда может схлопнуться пирамида долгов в мире когда беспрецедентный уровень долга который присутствует в абсолютном большинстве стран начнут схлапываться почему начнет схлапываться и почему вот эта история связанная о том что многие люди говорят о том что мы можем пойти в этап великой депрессии 20 действительно лично для меня является не какими-то апокалиптическими прогнозами а вещи которые действительно наступят действительно сбудутся два основных ключевых факта которые нужно констатировать в итоге первый факт заключается в том что мы будем жить беднее и почему тоже постараюсь объяснить второй факт то что некая моя гипотеза да откуда появился коронавирус какая взаимосвязь коронавируса который сейчас всем доставляет массу неудобств с новой теории денег каким образом себя сейчас ведут мировые центральные банки и почему тема непростая тема длительная поэтому наверно заранее прошу прощения за то что мы будем много про это говорить но поверьте мне это может быть одним из тех ресурсов одним из этапов или одним из тех элементов информации которые позволят вам быть подготовлены и потерять меньше чем может потерять абсолютно большинство людей на всей планете для кого-то для людей которые находятся на нашем канале которые являются нашими подписчиками использовать эти возможности для того чтобы заработать денежные средства итак поехали что такое новая теория денег по другому это еще и и называют некий сеанс там смысл если в двух словах я не хочу сейчас загрузить какими-то вещами связаны с экономической теорией я просто попытаюсь объяснить это на пальцах потому что часто в комментариях приходится слышать что все интересно все увлекательно но ничего не понятно вот чтобы было понятно давайте мы представим отдельно взятое государство или отдельно взятую экономику как никого такого субъекта физического лица если мы говорим о ввп то давайте мы будем говорить это о неком элементе дохода то есть условно заработная плата ну стоимость денег она для физического лица или для государства для экономики является одинаково то есть только сколько стоит деньги это ключевая ставка центрального банка который определяет то насколько дешевы или дорогие деньги почему это важно понимать то есть о чем говорит некий сеанс там и вообще кейс он говорил о том что экономику нужно стимулировать и вот неокисианство но как раз таки начало набирать обороты наверное с приходом алана гринспита в соединенные штаты как глава федеральной резервной системы суть которой сводилась к тому что экономический рост можно стимулировать монетарными методами это значит просто давать деньги давать дешевые деньги когда вы даете дешевые деньги то в этом случае кредит становится дешевым люди начинают использовать вот этот леверидж использовать заемный капитал начинает активно потреблять то есть они начинают покупать сначала какие-то маленькие вещи потом больше крупнее крупнее это доходит в конечном счете так и до таких активов как недвижимость и ценные бумаги то есть если мы заглянем недалекое прошлое на нашего нашей россии то жили мы все в советском союзе и когда началось кредитование пришло кредитование нашу жизнь в нулевых годах да то есть у нас это выглядело каким образом нам начали давать какие-то небольшие кредиты небольшие кредиты приводили к тому что мы начали покупать бытовую технику магнитолы да после этого это привел к развитию розничной торговли помимо всего прочего у нас еще был факт связан с тем что росли цены на сырьевые товары то есть россия стала зарабатывать много у нас начали расти доходы количество денег которые мы смогли потратить у нас стал от этого увеличиватьсяללско кредит стал больше может смогли покупать автомобили в креди кав Journal 것 эта аккредитование pou poz кредитование просто кредитования наличных денег после того как вы поняли как это прекрасно мы начали в путешествии ездить на кредитные деньги но все это закончилась естественно тем что появилась areas а начали покупать недвижимость в ипотеку но и последняя вот этого стадии которую мы сейчас наблюдаем большой интерес к фондовому рынку, когда мы начинаем инвестировать денежные средства на фондовый рынок. Что фактически происходило? Фактически за счет того, что стоимость кредитных ресурсов была очень низкая, и она год от года снижалась. Сначала, естественно, это началось в Америке, потом это коснулось еврозоны. И то есть мы на протяжении 50 лет жили в истории, когда стоимость денег завтра всегда меньше, чем вчера. То есть, когда в 80-х годах процентная ставка в Америке была 20%, сейчас для нас, даже живущих в России, это удивительно, потому что сейчас там ставка 0,5%. То есть ставка постоянно снижалась, и это привело в конечном счете к тому, что мировая экономика постоянно росла, то есть это стимулировало потребление, люди потребляли. К чему в конечном счете это привело? Что для новой теории денег является постулатом, что является ключевой определяющей моделью? У вас экономика, иными словами, заработная плата, ваши доходы должны в процентном отношении расти быстрее, чем стоимость денег. Вы живете на заработную плату 100 тысяч рублей. И вы знаете, что у вас заработная плата каждый год увеличивается на 3,5%, если мы берем Америку. То есть, рост ВВП там 3,5-4,5%. В Китае эти показатели вообще 15%. То есть, у вас заработная плата растет на эту ставку. А стоимость денег составляет 0,05%. И когда я начинаю говорить о том, что, в принципе, у вас хрестоматийный пример, хрестоматийная история, что иметь долг, государственный долг выше 70% от ВВП, то есть, грубо говоря, иметь уровень долга более чем 70% того общего дохода валовой выручки, которую вы зарабатываете, это опасно. Просто опасно. Потому что это считается высокой долговой нагрузкой. При этом в Америке это сейчас 130%, практически в два раза больше. В Японии это 250%, соответственно, в три раза больше. В отдельных странах еврозоны, в которых нет финансовой дисциплины, таких как Южная Европа, Греция, Испания, Португалия, да, эти показатели там 200-250% от ВВП составляют. Дисциплинированные страны, такие как Германия, Франция, эти показатели находятся на уровне 80-90%. И получается, что как бы уровень долго растет, и он такой очень некомфортный, очень неприятный, причем он критическую массу это превышает уже в, ну, где-то в два раза, где-то в три раза. Но тем не менее, когда мы снова возвращаемся к этой теории, что нам в этом случае важно? Нам важно, чтобы у нас экономика росла быстрее, чем стоимость денег. И в этом случае посмотрите на себя, посмотрите вокруг, посмотрите на другие страны, посмотрите фильмы, я не знаю, где снимаются города 80-90-х годов, какие они были, какие машины, как одеваются люди, какие-то здания, да, то есть, вот просто затраты на строительство всего этого, создание всей этой инфраструктуры. Почему это возникло? Потому что необходимо потребление. То есть, мы входим в такую эпоху, мы живем в такой период, что нам для того, чтобы вот это вот благо было и дальше, нам нужно постоянно потреблять. То есть, у нас девайсы, которые нас окружают, да, они через 3-5 лет очень сильно устаревают, ты не можешь уже находиться с этим девайсом, потому что он просто не поддерживает современные приложения. Автомобиль, который ты покупаешь, служит там 3-5 лет, а через 5 лет он начинает ломаться так, что человеку проще купить новый автомобиль, чем поддерживать в исправном состоянии старый. То есть, целые подразделения инженерные присутствуют при автоконцернах, которые как раз-таки и рассчитывают расчетное время службы определенных деталей в автомобиле и должна быть там в районе 3-5 лет. Потому что иначе завтра ты машину не продашь. И это маркетинг, это искусственное старение, искусственное, потому что необходимо. То есть, сама теория, да, новых денег требует постоянного потребления. Представьте себе, мы бы покупали автомобиль, который 20 лет не ломается, как в принципе и было в 80-х годах. Давайте мы теоретически себе представим, что Boeing или Airbus начинают выпускать самолеты, которые ломаются там через 5 лет. и нужно покупать новый самолет стоимостью 150-200 миллионов. То есть, в коммерческом транспорте почему-то гораздо большие сроки эксплуатации. Да, вот берем легковые автомобили, там, если 200 тысяч пробега будет, без серьезных вложений в эту машину, люди за счастье считают. То есть, все это выражается в новой диуре денег, потому что мы должны потреблять. Второй важный момент, да, что стоимость денег должна быть меньше темпов роста экономики. Потому что, что произойдет в ситуации, если вдруг начнет стоимость денег расти, ну, то есть, мы опять возвращаемся в наш метафоричный пример, при зарплате 100 тысяч рублей, вдруг происходит следующее. Пускай у нас темпы роста экономики такие же, да, начинает расти инфляция. Инфляция начинает расти, начинает представлять угрозу для роста экономики и происходит повышение процентных ставок. То есть, проценты не падают, а им падать уже сейчас некуда, да, они и так уже везде ноль. И вот начинается рост процентных ставок в ответ на инфляцию, чтобы ее погасить. То есть, у вас стоимость денег начинает увеличиваться. Если начнет увеличиваться стоимость денег, то, соответственно, потреблять будут меньше. То есть, никто не захочет брать кредит под более высокий процент. Доходы начинают падать. И вот в этом законе сообщающихся сосудов, то есть, когда у вас экономика растет быстрее, ну, то есть, в темпах роста, в процентных темпах роста выше, чем стоимость денег, в принципе, вы заимствовать можете сколько хотите. То есть, если стоимость кредита, по которому вы платите процент, ну, не как физическое лицо, которое выплачивает ежемесячно тело кредита и проценты, а вы под один процент берете там, ну, условно, миллион двести, и у вас доход миллион двести, да, который на, там, на три с половиной процента по итогам года вырос. А вам вот этот вот миллион двести, вам нужно этот один процент заплатить один раз в год. Через год, когда у вас произошло увеличение вашего дохода на три с половиной процента, а стоимость кредита по-прежнему составляет один процент, вы можете еще один миллион взять, и страшного, в принципе, в этом ничего нет. Ну, заплатите вы с него еще там один процент, потому что у вас доходы же выросли на 3,5 процента, то есть у вас сальдо положительное. В этом случае вы можете себе позволить, ну, то есть 70 процентов это критично, в новой теории денег это не критично, самое главное, чтобы происходил рост экономики. И с чем мы столкнулись как раз таки в седьмом-восьмом году? В седьмом-восьмом году впервые экономика столкнулась с такой ситуацией, когда, опустив, даже сделав стоимость денег очень низкими по историческим меркам, это не привело к росту экономики. Ну, что долговая нагрузка просто не позволяет банкам, параметры риск-менеджмента, не позволяют заемщикам выдавать кредит физическим лицам, потому что есть высокий риск невозврата. Процентную ставку опускают, банки кредиты не выдают физическим лицам потребление, нет, банки все эти деньги направляют на фондовый рынок. Они покупают сырьевые товары, они покупают недвижимость, они покупают акции, сами являются активными игроками, у них оттуда прибыль берется. В этом случае мы впервые увидели в седьмом-восьмом годах, когда начали печатать деньги. Ну, то есть Япония начала делать чуть пораньше, потом присоединилась Америка и за Америкой присоединилась еврозона, что мы, в принципе, и увидели в 2007-2008 годах, когда это стало производиться достаточно активно. У нас вместо того, чтобы экономики остыть, прийти в нормальное русло, то есть очиститься, чтобы неэффективные бизнесы, неэффективные компании ушли с рынка, произошло очищение и начался новый рост, все это перенесли вперед. Опустили процентную ставку еще ниже, дополнительно сверху еще денег напечатали, а в ковидный год 2020 вообще в Америке беспрецедентно увеличили денежную массу там на 30-40%. Просто количество денег увеличили на 30-40%. Во что мы в итоге входим сейчас? В какую стадию мы в настоящий момент входим? В настоящий момент получается, что инфляция растет, потому что просто денег элементарно много напечатали. И ответом на это должно стать неизбежно повышение процентной ставки. Наряду с этим экономика снижается, экономика падает. То есть мы можем оказаться в рамках новой теории денег, для которой важно наличие одновременно двух обстоятельств. Дешевые деньги и растущая экономика. Мы можем оказаться наоборот. В деньги, соответственно, становятся дороже, экономика начинает снижаться. Опять-таки у человека начинает зарплата падать и падать на 2% в год, на 3% в год. А стоимость обслуживания его долга и рефинансирования его долга начинает увеличиваться до 1%, до 2%, до 3%. А у тебя уже там такая пирамида долго набрана, что она могла в принципе уже стоять только в ситуации, когда экономика растет. А сейчас, соответственно, экономика расти как такова не может по одной простой причине, потому что весь этот рост съедает инфляция. Инфляционные риски очень высокие, почему многие обвиняют экономисты, теоретики экономической теории, обвиняют мировые правительства в том, что, ребят, вы увеличиваете долги, вы печатаете деньги, увеличиваете денежную массу, это будет приводить к инфляции. Второй момент, который вытекает отсюда, который тоже был обозначен в начале видео, это опять-таки не является истиной, это может быть элемент опять про последствия первого-второго порядка. Опять же, видео вы можете посмотреть здесь по ссылочке, когда мы говорили, что происходит, если посмотреть на ситуацию с коронавирусной инфекцией. То есть, я опять не сторонник каких-то мировых заговоров, но очень уж все это вложится в пазл, такой трехмерный пазл, который говорит о чем? Население стареет, рождаемость падает, то есть, количество людей, которые достигли пенсионного возраста, увеличивается все больше и больше. При этом, растущее население планеты, причем она растет не потому, что большее количество людей появляется, потому что умирает элементарно меньше, приводит к тому, что увеличивается в общей численности населения планеты, увеличивается количество людей, которые менее экономически активны. То есть, если я студент, в возрасте 25 лет, закончил образование, только-только нашел работу, у меня низкий эффект базы, я жадный, я хочу самостоятельно потреблять, мне нужен телефон не от мамы, я хочу сам то, что хочу купить, я хочу компьютер, я хочу ноутбук, я хочу машину, я хочу квартиру. То есть, я экономически активный, то есть, я буду работать раз, б, я буду активно потреблять, потому что мне нужно удовлетворить свои потребности в потреблении. Когда же мы говорим о пенсионерах, ну опять же, наверное, Россия здесь особняком стоит, то есть, здесь пенсионеры не очень богаты, но даже в России пенсионеры потребляют мало, и в мире пенсионеры потребляют мало, то есть, когда человек приходит в возраст 60, 65, 70 лет, увеличивается потребление медицинских услуг и медицинских препаратов, но основной экономики, потребительские товары, машины, путешествия, люди начинают тратить меньше, то есть, количество денег, которое они тратят, которое влияет непосредственно на рост экономики, вот в рамках новой теории денег, то есть, у тебя увеличивается абсолютное количество людей, которые тратят меньше, и это начинает оказывать давление на растущую экономику, потому что им больше не надо, то есть, они просто болеют, и им ничего не нужно. Да, они у тебя будут потреблять лекарства и пользоваться услугами медицинских учреждений, но при всем при этом потреблять основные товары они не будут, и тогда они представляют угрозу для этой теории, то есть, в этой парадигме, в чем угроза в том, что потребление схлопнется, экономика начнет снижаться, а стоимость денег будет расти, и поэтому тебе нужно простимулировать это потребление. И когда мы говорим про коронавирус, когда мы обсуждали здесь цифры, ну, криптовалюты, и задавали мне вопрос, связанный с тем, что зачем вводят цифровые валюты, криптоюань, крипторубль, и я говорил о том, что вот, если возвращаться к этому видео, кстати, оно вот здесь вот наверху сейчас находится, то про что мы говорили? Тебе дают купюру, но она медленно горит, она медленно сжигает, то есть, фактически, тебе выдают, с одной стороны, некое такое средство платежа, но которое у тебя исчезает со временем. Если мы опять возвращаемся вот в эту новую теорию денег, не о кинсианстве, это прекрасно для этой истории. То есть, ты не можешь накапливать, ты не можешь инвестировать, то есть, ты обязан потратить. Когда мы говорим о коронавирусной инфекции, каким-то странным образом получается, что да, заражаются, в принципе, все даже дети, в том числе, но посмотрите, дети не умирают, а кто умирает? Сокращение численности населения за счет кого происходит? Опять же, здесь не про заговор, я смотрю на факты какие-то. И здесь мы получаем очень интересную картину, что умирают люди в возрасте от 45-50 лет. Высокая смертность именно среди людей наименее экономически активная. Я не хочу сейчас делать выводы, я оставляю это вам на усмотрение, сделать определенные выводы, но тем не менее, можно, конечно же, говорить о том, что, почему это происходит, да потому что, чтобы музыка и дальше играла. Почему это важно? Почему это важно понимать? И когда я говорил о выгодах, то в этом случае нужно осознавать один простой факт, что мы живем вот в этой реальности и мы входим в состояние, связанное с тем, что мы будем жить в условиях, когда, с одной стороны, экономика снижается, а стоимость денег увеличивается. При этом получается, что такой ситуации сейчас достаточно мало. Нельзя сказать, что их нет, но очень мало инструментов, которые позволяют, ну, как минимум, потерять меньше, чем потеряют другие. Второе, которые позволяют зарабатывать даже на этом. У нас недавно проходил открытый съезд инвесторов MaxCapital, на котором мы как раз таки, я выступал на протяжении двух часов по данной тематике, на которой выступал Вячеслав Болянов на тему, какие активы, в какие периоды инфляционного цикла являются наиболее интересными, когда нужно отслеживать, где отслеживать период инфляционного цикла, какие эти показатели инфляционного цикла, какие акции в определенный период дают наибольшую доходность, какие акции дают наименьшую доходность. Мы в том числе смотрели на криптовалюты не с позиции спекулятивных возможностей, сколько можно на этом заработать, а вот именно как некие механизмы защиты от вот этой вот истории, связанной с сжиганием, с передачей бумажек, которая у тебя тлеет и горит. Мы в принципе дали пошаговый алгоритм, в каких инструментах находиться, в каких активах находиться, когда перекладываться, как формировать инвестиционный портфель, в чем сейчас формировать инвестиционный портфель. То есть это отдельная большая работа на протяжении двух дней. Ссылки по данным видео вы можете пройти и забрать эти записи. В 2021 году это может быть одной из лучших ваших инвестиций для того, чтобы понимать, что же практически происходит глобально. Это большие тренды, это длительные тренды, и в чем заключается основное преимущество, они не приходят вот так и точно так же они быстро не сгорают. То есть они длящиеся. И поэтому получить эту информацию и иметь алгоритм, как работать в такой ситуации, это может стать одной из успешных инвестиций в 2021 году. Обязательно, друзья, оставляйте комментарии под данное видео, потому что такое нестандартное для нашего канала мнение. Я готов к конструктивной критике, то есть действительно конструктивной к аргументированной критике. Чем больше аргументов вы оставите в своих комментариев, тем больше будет возможность мне подумать дальше. В данном случае я хочу вас привлечь в качестве экспертов, в качестве людей, которые тоже высказывают мнение, которые вместе со мной создают валию, создают потребительскую ценность для других людей именно на этом канале. Сделать мы это можем. Я со своей стороны записываю данные видео, вы со своей стороны комментируя, распространяя возможность другим своим знакомым, близким присоединиться к нашему каналу, посмотреть некие альтернативные видения, как могут развиваться. Ну и соответственно получить конкретный инструментарий от всего проекта MaxCapital, где мы раз в квартал проводим съезды, на которых более подробно разбираем стратегические и тактические решения. У меня на этом сегодня все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok